Все из-за нового постановления национального банка, согласно которому счета должников могут арестовать и в дальнейшем списать необходимую сумму. При этом совершенно не важно сколько вы должны, по запросу исполнительной службы ваши счета будут заблокированы в течение нескольких часов. Пока что к такой инициативе присоединились всего лишь 7 банков, а именно Приватбанк, Монобанк, Прокредитбанк, Таскомбанк, Банк Восток, Индастриалбанк и Оксибанк. За рубежом таким образом взымать деньги с должников обычная практика, а как это будет в Украине не понимают даже специалисты. Положительного здесь ничего нет, тем более очень странно, как в общем-то списывать деньги без ведома клиентов, без решения суда. Разошлись мнения и у адвокатов, так как снимать деньги со счетов граждан без их ведома в Украине, в отличие от Европы, новая практика. Ранее арестовывали счета только тех, кто не выплачивал алименты. Сейчас же, если вы задолжали любую сумму, то можете и не узнать о суде. Вам не обязаны сообщать об этом. Человек не знал, что у него год неоплаченной коммунальной услуги. Все он прекрасно знал. И это постановление, по моему мнению, направлено именно на злостных неплательщиков. Бывают ситуации, да, они редкие, когда человек о том, что он должник, действительно не знает. Бывает ситуация, когда человек должен очень незначительную сумму денег. Ну, к примеру, у пенсионера задолженность там 500 гривен, 200. Моя позиция следующая. За месяц, за два, за три никто взыскивать в судебном порядке с вас коммунальные платежи не будет. То есть должно пройти какая-то, как мы называем адвокаты, практика. Исходя из этой практики уже адвокаты делают вывод. Впрочем, как это будет работать, пока что не знают даже юристы. К тому же, такие действия негативно повлияют на репутации банков. Потому что с каждым заблокированным счетом они будут терять своих клиентов. Но за банки я не волнуюсь. А вот украинцам останется один единственный проверенный способ. Единый способ уникнуть до строкового зняття боргов с особистих рахунков – зберегать все у готівц. Но помните, когда их все равно доведется сплатить. А переверить, чи присутні вы у реєстре боржников, можно на официальном сайте Министерства юстиции. Богдан Сівко, Микита Бабенко, телеканал Медіа-Інформ.